А ваша работа, которая душа к вам лежит, токарь, плотник, это именно то, от чего радуется человек. Потому что человек радуется от конечного продукта. Допустим, плотник там что-то там выстрогал, там выпилил, там склеил, сбил, там стол, стул, там не знаю, там что-то ещё. И заказчику приятно, слушайте, и плотнику приятно. Знаете, как он наслаждает? Это работа Иисуса Христа, если честно, плотник. Вас гонят какого-то психолога. Психологом вы можете быть хоть сегодня. Прочитайте несколько книжек, нахватайтесь каких-то терминов и давай вешай лапшу людям на уши. Они придут в кабинет, снимут обувь, лягут удобно, и ты будешь слушать у них всякие басни про то, как они в детстве котёнка мучили. Потом возьмёшь у них деньги, как бы, значит, это шарлатанство, называется психоанализ. Этой ерундой может заниматься каждый человек. Чем более он брехливый, чем более у него подвешен язык, чем больше он книжек прочитал. И чем больше он не хочет быть слесарем или плотником. А вы, дорогой Иван, имеете благословенное желание работать руками. Причём работать там, где работал Господь Иисус Христос, в плотницком деле. Чтобы стружкой пахло. Чтобы это тёплое дерево, значит, оструженное там или отшлифованное, чтобы оно тебе тепло своё отдавало. Чтобы ты мастырил, как бы, класс, крепко, хорошо, здорово. Там или там слесарь, там или кто там, токарь. Действительно, там металл тоже, там мистика с металлом. Короче, работай руками и наслаждайся. А если ты, как бы, человек не глупый, смышлёный, как бы, у тебя ещё будет хватать время после работы, как бы, не вот купить, а книжки читать, то ты будешь умнее любого психолога через пять лет, больше в сто раз. Они будут там, значит, себя забивать голову хламом всяким таким, около психологическим. А ты будешь работать. Люди, когда работают руками, у них совершенно по-другому работает голова. Вы же, наверное, знаете, что когда у детей плохо развита функция речи, их заставляют заниматься мелкой моторикой пальчиков. Лепить из пластилинчика, там какие-то кубики складывать, что-то там делать такое. Потому что, когда пальчики работают, тогда и мысль работает, и язычок правильно произносит все слова. Если ребёнок, то это значит, что он, может быть, там всю жизнь жал на кнопки в гаджете, а никогда его не научили там что-нибудь там шить. Такую мелочь такая, там вот вдеть ниточку, там зашить, там что-то, простегать, там, не знаю, там. Вот эта вот работа, она как раз делает человека умным. А эти трипологи эти все, психологи, да-да-да, у вас талант, значит. Пусть этим занимаются бездари, которые больше ничего делать не умеют. Человеку хочется работать, чтобы видеть продукт. Я скроила, скажет женщина, платье, я сшила, я надела, класс. Подружке завидуйте, ну, там, в хорошем смысле слова. Там или там закроющиком работают, там, я скрою, ты человеку там скроил там пальто, он пятый год носит, не нарадуется. Ты видишь, что ты сделал там, хозяйка там, кондитер какой-нибудь там. Она там колдует над какими-то тортами, потом заказ у нее взяли, на стол вынесли там на день рождения. Сказал, кто вам такую красоту сделал потом? А давай попробуем. Ах, ничего себе такое, язык проглотишь как бы. Все, слава человеку, похвала ему, исполать тебе, дорогой кондитер. А это все бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Трипотня. Так что ты, благословенный Иван, даже не слушай этих лживых советчиков, которые советуют тебе идти в психологи. Потому что душа твоя хочет здорового, нормального мужского труда. Быть токарем, плотником и т.п. А психологом ты сможешь быть и без психологического образования. Потому что с опытом жизненным, к старости, любой человек становится психологом. Посмотрит хитрым глазком на человека. И все понятно. В принципе, к старости, человеку. Без всяких книжек. Без этих самых бихевиоризма, фрейдизма, или Карла Юнга, или прочей этой всей святотени. Кому-то, может, это надо, но на здоровье. Пусть безрукие интеллектуалы, пусть занимаются этой всей балаботнёй. А нормальные русские мужики пусть работают и читают книжки. И будут умнее всех психологов вместе взятых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok